Семинар-тренинг для специалистов учреждений интернатного типа прошел в Петропавловске. Сегодня проблема усыновления активно обсуждается в обществе. В Казахстане работают над сокращением числа интернатов и домов ребенка. Почему выбрана такая политика и как эта встреча поможет уменьшить количество детей, которых воспитывают вне семьи, расскажет Ксения Куценко. В кругу держась за руки. Каждый в этой комнате член большой команды. Легко ли попасть в такой дружный и сплоченный коллектив новичкам? Игра-тренинг копирует ситуацию из жизни, когда ребенок становится частью еще чужой для него семьи. Родители переживают и оценивают сложности, а малыш ждет любви и внимания, которого ему так не хватало. Участники встречи – те, кто часто сталкивается с вопросом усыновления работники интернатов. Понять психологию обеих сторон и облегчить процесс вхождения детей в семьи – эти задачи на их плечах. Как с ними справиться, расскажут здесь, на семинаре. Эти семинары-тренинги были нами разработаны в ответ на запросы от Министерства образования, которые сейчас реализуют поэтапную трансформацию интернатных учреждений в такие центры поддержки семьи. То есть должна измениться в целом философия, можно сказать, подход к устройству детей. То есть если ребенок попал в неблагополучную ситуацию, у нас чаще всего ребенок попадает в ЦАН, потом в детский дом, где задерживается на долгие годы. Этот семинар, считают организаторы, станет еще одним стимулом в работе по усыновлению. Мы больше узнаем о том, что необходимо для наших детей семьи, для полноценного развития ребенка. Нужны эти фонды, нужны школы приемных родителей. Думаю, что эта программа позволит и на базе нашего интерната разработать такую службу, которая будет, возможно, помогать родителям, которые хотят отказаться от ребенка, помочь им попытаться оставить этого ребенка в семье, и чтобы ребенок посещал дневное отделение нашего интерната, а на выходные дни мог быть дома со своими родителями. Месяц назад в Петропавловске открылся центр усыновления. За помощью сюда обратились 16 человек. У всех документы в стадии сбора или рассмотрения. Северный Казахстан – один из регионов, где еще много учреждений интернатного типа. Такая же ситуация в Карагандинской, Костанайской и Павлодарской областях. Ксения Куценко, Казбек Арыкбаев. Новости МТРК.